Привет! Я Женя и расскажу вам о последних новостях в сфере виртуальной реальности. Правда, сейчас все обсуждают развод Джоли и Пита, ну и пусть все обсуждают, а вы оставайтесь со мной и узнаете. Зачем Кейт Мосс поливается духами? Где теперь лучше скачивать виртуальные игры? И как снимать видео, чтобы тебя не спалили? В мире появились очки-камеры, которые ничем не отличаются от солнцезащитных, но при этом снимают сферическое видео. Шпионскую штучку сделала компания Snapchat. Гаджет называется Spectacles, то есть просто очки. С креативом у компании, видимо, не очень, зато с технологиями все ок. Всю до очки встроена камера, которая снимает все, что вы видите, и отправляет в чат. Почему в чат? А потому что Snapchat — это компания, которая в свое время стала известной благодаря одноименному чату. В котором встроены разные смешные видеофильтры. Обычно пользователи Snapchat выглядят вот так, например, когда пытаются изобразить, что их тошнит радугой. Похоже, создателям надоели подобные шедевры, и они решили разнообразить видеоконтент пользователей очками-шпионами. Пусть теперь не только себя, но и окружающий мир снимают, да еще и без риска быть пойманными. Стоит новинка 130 долларов, но еще не появилась продажа. Жалко, эти очки снимают видео только по 30 секунд, поэтому для полноценных роликов все-таки понадобится камера 360. Например, от Samsung. Компания продемонстрировала возможности своего гаджета, сняв первую в мире рекламу парфюма 360. Героем видео стали духи Sand of a Dream, по-нашему запах мечты, и супермодель Kate Moss. Сначала ее сняли в обычной рекламы данного аромата, а потом уже в виртуальной. В формате 360 супермодель парит где-то в галактике и поливает себя ароматом. Так неистово душиться, конечно, не стоит, рискуете получить аллергию. Но ради рекламы можно. Тем более на волшебный аромат в ролике еще и пришел мужчина мечты. В общем, остается надеяться, что парфюм в рекламе так же хорош и в реальной жизни. Передать всю прелесть нового товара при помощи рекламы 360 решила и компания Adidas. Немцы показали миру новые бутсы при помощи виртуального шлема. Героями ролика стали Stellar Pack. Ролик с ними теперь крутят во всех фирменных магазинах Adidas в Европе. Посетителям выдают шлемы и погружают в виртуальное царство бутс, которые парят в космосе. Лично мне реклама Stellar Pack до ужаса напоминает VR-рекламу парфюма Kate Moss, которую вы видели ранее. Такое ощущение, что их делал один и тот же дизайнер. А ведь компании могли бы сэкономить и сразу сделать одну рекламу на всех. И выгодно, и необычно. Не знаю, то ли это осень так влияет, то ли еще что-то, но в мире началась настоящая мания 360. Реклама 360, фото 360, видео 360. Вот теперь еще и музыкальный клип 360 от немного позабытой группы One Republic. Ребята решили напомнить о себе, поймав волну всеобщего помешательства на панорамном видео, и сняли VR-ролик. Клип о любви двух соседей, мальчика и девочке, не подумайте ничего плохого, сняли на камеру Nokia Oza. В итоге получился настоящий VR-эксперимент, внутри которого может оказаться обладатель виртуального шлема. Благодаря клипу 360, One Republic снова стала обсуждаемой и вырвалась из последних листов чата. Сколько стоил группе такой VR-PR, неизвестно. Известно лишь, что для съемки шедевра было привлечено более сотни человек. В общем, хватит про видео 360, давайте поговорим об играх. Тем более, есть повод. Катун Нетворк выпустили виртуальную игру по мультсериалу «Время приключений». Игра называется ICU. Вы оказываетесь на вечеринке в доме на дереве, куда вламывается снежный король и замораживает всех ваших друзей. Совершенно такая обычная ситуация. Игроку предстоит найти несчастных, освободить и продолжить вечеринку. Вместе с игрой выходит и специальная версия шлема Google Cardboard с изображением Джейка Бульдога. Игра, кстати, уже доступна для скачивания. Разработчики ожидают бум, так как поклонников данного мультфильма полным-полно и среди детей, и среди взрослых. Вполне возможно, что эту игрушку можно будет скачать в фирменном магазине HTC Vive. А такой, наконец-то, появился и называется VivePort. Разработчики на днях провели официальную презентацию нового портала. Теперь все игры для HTC Vive можно будет покупать и скачивать тут. До этого приложения для HTC Vive раздавались в основном на Steam, но их нужно было искать по специальным критериям. Теперь же на портале VivePort все должно быть намного проще и понятней. Кстати, в честь запуска команда HTC Vive запустила акцию, где пользователи VR-гарнитуры смогут пополнить свою библиотеку всего за 1 доллар США. Так что гуляем! Это были все новости на сегодня. Лайкайте, комментируйте, пишите, о каких гаджетах и играх хотели бы узнать, и будет вам плюс к карме и хорошее настроение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok